Ну и о хорошем. В Казахстане продолжается декада Науры Знамам. Сегодняшний день Old Talk Sport, посвящен национальным видам спорта. По всей стране организованы развлечения и соревнования. О том, как этот день отметили в октябре, расскажет Наталья Салькова. Она на прямой связи со студией. Наталья, приветствую, с наступающих праздников. Добрый день, спасибо большое. Сегодня седьмой день декады Науры Знамам. В областном центре организовали соревнования по национальным видам спорта, а также показательные выступления. Празднование началось с шествия всадников, которая стартовала на площади перед областным Акиматом и завершилась возле центра искусств, где мы сейчас и находимся. Среди участников шествия организовали состязания по аудораспаку, а желающие соревновались в аркан-тарту или перетягивании каната и играли в асык-ату. Это одна из древнейших игр кочевников. О том, как развиваются национальные виды спорта в регионе расскажет руководитель областного управления физкультурой и спорта Евгений Гончаров. Он сейчас находится рядом со мной. Здравствуйте, Евгений Владимирович, скажите, пожалуйста, сколько сейчас жителей занимаются у нас в регионе национальными видами спорта? На сегодняшний день в Активенской области культивируются 10 национальных видов спорта. Функционирует областная детская инженская школа по национальным видам спорта. Количество занимающих превысило 33 тысячи жителей. Хотелось бы ответить, что в 1924-1923 году был открыт также клуб по национальным видам спорта для пропаганды, развития национальных видов спорта. Хочу ответить, что в 1923-1923 годах у нас проходил чемпионат Азии и чемпионат мира по Тугускому лаку. Наша сборная является одной из сильнейших непосредственно в стране. И сейчас мы готовимся на пятые всемирные игры кочевников, где наши спортсмены уже участвуют. Будут в сборной по Тугускому лаку, Казаку Рюсе и также, конечно, по Адроспаку. В Адроспак мы являемся одним из лидеров. Сейчас ребята наши готовятся. Пройдут четыре этапа сборов. И надеемся, что в дальнейшем они будут представлять нашу страну на играх. Спасибо большое. Отметим, что соревнования по национальным видам спорта были организованы в разных частях города. Проведение различных состязаний запланировано. И 22 марта в этот день пройдут основные праздничные мероприятия. Принять участие в них смогут все желающие. На этом у меня все. Студия. Спасибо большое. Я напомню, на прямой связи со студией из Ак-Тубе была моя коллега Наталья Салькова.